так у меня уже полосьмого вечера продолжаем сказать этот день я уже смонтировала видео а юля нам печет вкусную шарлотку с грушей в итоге пошла пол седьмого первым делом поставил нам пирожок сделала нам помидоры под сыром который пойду кушать и начала собирать чем и дам полосьмого вечера сказал еще целая куча времени дает еще до 12 ночи боже в кого мой ребенок кого меняешь я же тоже все оставляю на последний момент вот она молодец и повезло что мама сходила в магазин купила еду так она еще магазин собиралась идти не знаю зачем ну короче но хотя она уже сделала этот сумку лирак пошила пирог даже сделала не знаю зачем ты его с тобой в дорогу возьмешь дорога возьмет понимаете булок накупили пирог печет так видео загружайте на канал по 8 вечера надеюсь что ну пол девятого выйдет я поставила на 8 вывод видео но я думаю что к пол девятого все а я иду сейчас быстренько кушать и надо положить еще себе денежки на дорогу я еще сняла сухое белье что стирала с утра и постирала покрывала с маминого дивана нормально хороший покрывал еще потом покажу тоже отдам в приданые и и и поутюжила себе на работу уже я брала вот вчера стирала пришла я в чем-то же не присела стирку поставила с рабочей одеждой постирала кроссовки эти голубые которые на даче ездил к подружке тоже не были все в ринючей там по песку ходили вот что я еще стирала короче поставила поселила покрывала поутюжила рабочую форму и майку себе назад и сейчас буду ужинать пирог не знаю когда я буду есть но сейчас будет у нас вот такой легкий ужин юра сделала нам помидорки под сыром хлебушек который я покупала семечками еще не доела вкусненький и колбаска колбаска и даже может мы тебе блины дойдем вот я Юлю предлагаю потому что сейчас подумаем в любом случае помидоры буду есть я сейчас с колбасой и булки нам в дорогу булки я прошлом видео показывала которые покупала здесь такие а-ля смаженка здесь творога с маком и сочник завтра будем поезде ехать все еще раз покажу так что всем приятного вечернего летнего аппетита все поели вкусный помидор десерт будем есть вкусный арбуз много там еще не осталось кусочек да совсем чуть-чуть короче у меня либо кусочка юля чтоб уже доесть он не портился вот такое у нас лето в августе чили вверх пирога и ждем чтоб ты сгорел наслаждается закатом до заката далеко еще часик наслаждается видом из своего окна скоро будет наслаждаться набора все окажет заниматься мелом или снимает свой контент я свой спекся пирожок горячо там главное не увлечься и обалденный красивый нее пирожок час подостынет и будет печать будем печать красота вот такая у юльки тем временем снимают на свой iphone закат красивый вид из окна на память да юля будешь на море сидеть и не грустить и не грустить от доме свое да пока я уже на балконе и у меня планы что когда это юля сейчас уедет помыть это окно потому что я как приехала с испании так его еще не было вот эту оконную раму огромную балкон пришла снимать вам покрывало такое проличное покрывало я его постирал оно было чистое ну просто шоу полгода пыль тоже судилась вот я его освежила и отдам людям добрые руки потому что там эти мужики вообще не моются и будь за счастье моё это новое прочее покрывало так ну что пол девятого вечера я загрузила видео на канал наконец-то заходить смотрите но ваш блогер не успевает ничего делать июля сейчас проверяла купила себе чехол такой вода непроницаемый для телефона положила бумажку подержите положила в эту вот салфетку сказал что не намокла да 9 рублей стоит где-то 2 2 с половиной доллара да 2 и 7 крутая штука надо себе купить когда вернусь же до донерифы чтобы купаться на пляже а вот и закатик а вот и закатик красота такая ну и столько ветер ну как бы немножко не очень неприятно как модно эти по стене ему так не было кровати к ну вот так чуть поснимаю я уже поставила чайник сейчас будем пить чаёчек все заварила чайник решили с юлей наполовину что наелись этого арбуза и так жидкости много талии потом и по кружечке и уже помыла еще груши нам дорогу и наши плотки да перестали их показывать так и показывает мой чайник хотела вам рассказать о вчерашней своей встрече знаете такая встреча что расстрогала меня до слез я встретила свою вторую учительницу не скажу что первая потому что первая у меня была с первого по второй класс на два года она не учила встречи в третьем и четвертом классе не было другого ученица но вот она вот из всех учителей не запомнилось больше всех и запала в душу да ее зовут светлана леонидовна фамилию не помню она жива тоже на этом микрорайоне где я работаю вот и она пришла в магазин со своими внучками внучками да и и я говорю вот мы уже тети вот мы эти дети мы эти ученики мы уже сами тети у нас уже дети взрослые да и как бы больно видеть что стареет наш учителя стареет наши родители если вот это и умирают наши родители и и она еще не сильно старая то есть это как пятьдесят девять лет ну и мы так разговорились я про свою жизнь там рассказала она просто про свою но я просто потому что для меня это очень такой знаете важный и ценный человек моей жизни может когда же вторая мама потому что мама моя работала да вот поколение вот мое там советское время да родители нам не уделяли время и не давали столько любви сколько мы создаем даем своим детям да сколько мы с ними разговариваться как мы с ними проводим времени вот занятие моей мам было пойти заработать денег выжить приготовить нам еду потому что в 90-е годы было очень тяжело жить вот и эта ученица она по-своему нам давала свою любовь она не была такая прям как я говорю сладкая сладко вот первое ученица данка была сладком так было все правильно положить и все вот такое да а вторая так было это кто-то как я знаете может и правду матку залупить и поулыбаться и на позитиве и правда жизни и чему-то научить и такая вот и трудолюбивая и красивая и жизнерадостная такая многогранная женщина но на тот момент она была молодая тоже девочка нам доказала что она уже взрослая тетя но я точно не знаю но лет наверное она была после института я думаю наверное у нас мы были первыми выпусками лет 25 ей было да вот и действительно намного в нас вложила не знаю как в других детей но я чувствовала что я не была такая любимица класса я была вся такая активная такая звезда звездой а не скажу что я была отличница нет у меня было и четыре и пять и где-то и три могло быть у меня грамматика страдала да по русскому языку например изложение писала там пять два мне было там или четыре два потом как-то четыре три знаете как то я уже стала подтягивать немножко грамматику орфографию но как-то я рассказал а что ты никогда не была самого маленького такой вот звездой то такой вот королевы такой командирка как сейчас какой ты не была такой умный как сейчас если честно в детском садике я была вообще-то не уверена в себе но я вроде как бы был пыталась быть какой-то заводила но я очень очень как-то была тоже прибитая юля вот прям вот ну я помню детский сад но какие-то были воспитатели знаете какие-то злые вечно недовольные не скажу что не нас кричали но не было любви в садике а когда уже я пошла в школу я ощутил эту любовь вот потому что мне группа своему это не хватало этой родительской любви до мама папа мне давали это учителя вот может поэтому я такая и выросла другая что вот эту любовь мне давали мои учителя потом когда я уже росла там другие там у меня получается по русскому языку была еще любовь степана такая хорошая учительница тоже на меня очень любила вот так возвращаясь к этой учительнице она знала всю мою семью она знала всю мою историю знаете это как будто только вторая мама как член твоей семьи да и ты перед ним вот открыт полностью то есть она все про тебя знает как ты что ты и конечно же педагог и тоже в теме психологии да вот и я говорю вот говорю вот вышла замуж вторая испанца и вот такого притянула мужа как мой отец который пил и мать сбил да она это кого-то еще могла притянуть идите к это мою конечно же вот такое ты и притянула в свою жизнь и как бы я такая вроде была такая все на позитиве да там с ней вот была рада встречи мы поболтали то все а потом вот ну вот как-то после этих слов как бы ну как сказать ну ты понимаешь что человек настолько тебе родной и мне уже как-то хотелось ее же ее и обнять она думает аж как бы вроде как и учительница да и сказать там вот вешаться на шее да вот это тоже наши такие какие-то установки что не проявлять свои чувства да не показывать какие-то свои эмоции вот и она такая говорит давай я тебя обниму и думаю я так выдохнула потому что мне так хотелось ее обнять и ну самой предложить мне как-то было стыдно неудобно вот и она говорит давай обнимемся и мы так с ней обнялись и все я короче расплакалась там в магазине плачу потому что мне так было приятно что ты такой близкий человек и что она все про меня знает то есть мне не надо ничего из себя изображать не надо вешать какие-то ярлыки защиты ну просто человек не видит и знает какая я есть а для меня это человек горючий раз очень много значит жизнь много дал многому научил и может по-своему я тоже вот такая и выросла как она актриса то что она великая актриса она и царица и учительница и мать и хозяйка и вот такой по сути это такой на раму и авторитет в жизни такое как-то психолог говорится авторитет взрослого что ли понимаете может по сути я на нее вот и равнялась да вот чтобы быть похожа на нее чтобы быть вот такой же красивая умной образованной ну не знаю ну короче это был очень для меня и есть очень важный человек игр я расплакалась потому что ну потому что моя жизнь пока не ладится то есть я не могу сказать что бау я добилась такого супер успеха конечно же я вижу свой рост и он огромный по сравнению с тем как я раньше жила как я раньше думала это огромный рост для меня вот именно в духовном плане личностном плане и как говорится мне нравится играть в эту игру работать над собой и если мне это получается я конечно же делюсь с вами этими своими инсайтами этими кейсами вот просто хотела с вами поделиться что не всегда я даже так удивилась что я такая всегда позитивная всегда всех настроен на позитив всем улыбаюсь и знаете когда перед тобой стоит родной человек то есть там ничего изображает там и так все понятно а вот так все понятно там так все видно и это все чувствуется и крица это понятно без слов не надо ничего говорить это просто обидно ну как бы даже может по-своему это какая-то родная душа я юле говорю может быть прошлой жизни это была моя сестра знаете то есть настолько вот родной мне человек по духу по мышлению и я думаю что все это вот наше окружение там родственники там какие-то учителя в жизни может быть все же в прошлых жизнях как то мы пересекались и были близки что даже в этой жизни вот почти ты живешь и понимаешь какой близкий человек тебе и самое интересное что когда мы были маленькими да это для нас были взрослые да авторитет такой вот взрослых а сейчас мы уже взрослой тети и не верится что мы взрослой тети и можем разговаривать на одной волне то есть они даже вот уже не первая встреча меня с учителем то есть у них нет вот этого что я учителя ты ученик нет то есть во взрослой жизни всем одинаково живем нашу жизнь кого-то что получается у кого-то не получается я просто с вами делюсь своей жизни какая она есть без прикрас то есть какая уже есть такая есть и как говорится всем ты хороший не будешь потому что люди все время будут всем недовольны например вот я уверена что я зрители которые смотрят и мой канал и канал юли из испании да она такая молодец там работает что добивается в той испании я же опустила руки и уехала да и получается ей пишут что юля возвращайся в россию что-то забыла в той испании а мне наоборот пишут я тебе испанию да поэтому знаете просто надо жить свою жизнь никого не слушать никого не равняться на их жизнь потому что ну ты никогда не будешь жить их жизнь потому что ты пришел в мир под другой звездой под другим именем с другой судьбой с другим опытом жизненным и говорится никогда не будет две одинаковые жизни и никогда вы не пройдете один и тот же путь вот и кстати елена мне с минска написала я вот только недавно пришел этот комментарий я постараюсь с вами встретиться не знаю как то мне будет получаться потому что поезд приезжает пол 11 в минск там потом я еду на кладбище это далеко за городом но я буду смотреть я не обещаю но вполне возможно мы и встретимся и тоже елена писала что и хочется обняться и вы знаете как это вот наверное вот таким людям как я каким-то таким раненым да по жизни как-то не хватает этого тепла понимаете и может быть по своему я его дарю другим людям потому что мне этого не хватает и мне хочется быть такой доброй теплой позитивной потому что для меня это важно в жизни я думаю что многим это важно и поэтому вот такие мы раненые души притягиваемся тем же кому неинтересно на моем канале крица я никого не держу кому же интересно продолжать смотреть мой канал нам и пока с юлей будем пить чай пока вот вам наболтала чай косты и будем сейчас кушать вкусную шарлотку вот мне что нравится юли что если она загорелась вот я ее отговариваю вот да зачем тебе да подумай да не надо тебе нет я хочу вот этому мне надо у юли поучиться до юля юля не надо нет я хочу она будет это в одиннадцать ночи делать двенадцать ночи нет я хочу такой целеустремленности мне тоже надо у юли поучиться я тоже по-своему целеустремленный человек юля надо тоже у меня чему-то поучиться да да ну короче мы друг у друга учимся вы смотрите мой канал учитесь у меня а я учусь у вас вы тоже мне много даете дельных советов так что да буду пить чайок и потом уже буду прощаться с вами что так выглядит пирожок по фирменному юли на улице она обжаривает на сковородке там будто яблоки груши да с корицей такой рецепт единственное что это было просто приклинилось вот так не очень с боков выглядит но бисквит поднялся поднялся бисквит такой пирожок сейчас будем вкусненько кушать уже наелись и называется ира не планировала наедаться на ночь благодаря юре наелась еще чай чай разделили на половину половина тыла юли все всем на и приятнейшего аппетита ну что финальный штрих являться скинула на матрас будет сейчас собирать вот этот чемодан кстати спасибо за комплименты что вам понравилась юлина сумка да так что ждем заказ ой я люблю путешествовать но не люблю собирать чемодан да юля тут уже тоже на косметику собирала осталось только это все а тут шуте мусорка мусорка такая у нас здесь да короче все финальный штрих собираем чемодан он кстати села монтировать поближе берет юлька вот эти помните я вам снимала топы хоть выгуляет хоть выгуляет я говорю ты столько берешь одежки что не успеешь там все поносить балука в день балука в день два лука в день короче ждем фото снарядами я не лениться одежки сесть утюжить представляете утюжит одежки я никогда такими занималась чемодан утюжит одежки покажу вам купальники и это такое аля парео кстати парео вот это пошила шикарная юля ты его сейчас поутюжишь разложение его щас поснимаю а пока поснимаю купальники новые купальники три купальника юля да хочет выгулять охотилась за белым но сразу накупила красные вот этот красный купила и вот такой купил и только потом уже спустя наверное месяц нашла белый такие не обалденные купальники вот такое обалденно красивая парео юля пошила за один вечер тоже ой вечер за обеденный за обед на работе пошила за обед мерила так было красиво будет ждем фоточки короче ну на самом деле смотрится красиво она по фигуре она в облипку только она непонятно она в облипку и по бокам немножечко свисает кстати я сейчас пошла ноги на балкон открывала балкон июля говорю это кстати первый раз что вот юля уезжает куда-то то что я все время уезжаю то замуж выхожу то развожусь то еще то в мексику ездила путешествовала и юля моя ездила на море в одессу с бабушкой она маленькая была вот это первый раз вот что во взрослой жизни кота юля ездит как маленькая на рапсе раз питалки это ты ездил кота короче я за нее рада но в то же время грустно когда кто-то под уезжает а если как вот я уезжала там на пмж все вот это то я просто еще и мать бросила ребенка уехала жить в испании я представляю какие было грустно но ей пошло на пользу я все хотела снять видео про сепарацию все никак обязательно сниму ей очень пошло на пользу что я его так оставила и она наконец-то научилась жить свою жизнь потому что до этого она всего боялась я и все запрещала да юля ну я была такая найти гиперопека такая мать контролер не давала лишь лишний шаг и ступить куда-то поэтому она не знала как жить эту жизнь как мы не посуду об этом я не знаю как быть посуды вы слышите что она говорит короче буду прощаться с вами садиться монтировать это видео надеюсь я его успею смонтировать до 12 ночи осталось собрать чемодан и сходить нам с юли в душ помыть голову все мои хорошие всем огромное спасибо что вы есть у меня я у вас что смотрите мой канал что не пропускайте ни одно мое видео что ставите лайк оставьте комментарии подписывайтесь на мой канал всех люблю всех целую с кем на одной волне дополнительное сердечко все пока пока мне хорошего завтрашнего завтрашней поездки город минск много чего я не увижу но что-то точно увижу